Владимирский областной дом ветеранов получил адресную помощь. Многофункциональные кровати для лежачих больных, специальные матрасы, ходунки и средства личной гигиены. Все эти так необходимые для пожилых людей вещи в короткие сроки предоставил Владимирцам благотворительный фонд «Память поколений». Организация помогает не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и участникам других боевых действий. Большое вам спасибо, что вы есть. Большое вам спасибо, что вы даете нам возможность помогать вам, заботиться о вас так же, когда вы заботились о нас. Областной дом ветеранов – это учреждение квартирного типа, единственное в регионе. Здесь живут 70 человек, в том числе 25 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Среди них Геннадий Маврин и его супруга Любовь Николаевна. О непростой жизни семьи рассказывают эти фотографии. Мы сами в преклонном возрасте, вон там, а Мамадори, я неженатый, она моя девушка, вот это вот. Дальше здесь у нас уже пошли внуки и правнуки. Во время войны Геннадий Маврин был подростком. С 12 лет трудился в колхозе, пахал и ухаживал за скотиной. А боевой опыт получил в Прибалтике, в войсках госбезопасности. Операции-то были засекречены. Нам домой писать не было возможности, не разрешали. И долгое время, значит, я так даже родня моя не знала. А для Любови Мавриной все воспоминания о Великой Отечественной связаны с подвигом ее отца, офицера-танкиста, погибшего в конце войны. Женщина рассказала, наградной лист отца она получила совсем недавно. Оттуда и узнала, как встретил он свой последний бой. Там написано, что он на своем танке первым ворвался в оборону, немецкую оборону, польского города Кельце. Был тяжело ранен, но из танка не вышел. Продолжал в таком состоянии бой. Фонд «Память поколений» существует всего год. За это время помощь получили уже 900 ветеранов. Но нуждающихся в поддержке еще много. Если мы говорим про категорию ветеранов Великой Отечественной войны, то, конечно, для них важны многонациональные кровати и средства личной гигиены. Если мы говорим про ветеранов контррористической операции на Северной Кавказе, то там в основном протезирование идет. Протезирование верхних и нижних конечностей. Средства для помощи ветеранам фонд может перечислить любой желающий, в том числе через СМС-сообщение по короткому номеру 2206. Татьяна Гордева, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.